Для нас Иловайск – это катастрофа. Это неизгладимая рана. За неделю до этого дня мы уже знали, что происходит неладное. Потому что из нашего волонтерского центра пытались проехать машины. Машины грузились, как всегда, водой, едой, медикаментами, средствами связи. И ребята возвращались, они не могли проехать. Первое известие было о том, что надо просто грузиться в машины, везти карематы, везти спальные мешки, теплую одежду, воду, все что угодно, и везти просто в степь забирать ребят. Я это помню, как сейчас, ночью все машины, которые были, они все вывозили. А я помню, потому что я оставалась на связи. У меня в руках было пять телефонных трубок, и можно сказать, что я была такой связной. Ну и запомнился ужас и страх. Для меня, как для женщины, было очень страшно, потому что мы понимали, что мы что-то изменить кардинально не можем. Мы понимали, что гибнут люди, мы понимали, что льется кровь. Мы до конца не понимали, что происходит, но мы понимали, что это гибнут наши ребята, наша семья, наши солдаты, наши воины. Ну вот этот ужас, отчаяние, кровь, я не знаю, желание что-то сделать, потому что весь город, все волонтерское движение было на ногах. То есть я думала, что никто не спал в эти дни. И думали только о том, чем помочь, как помочь, что можно еще сделать. Звонили местные жители, несколько звонков было, приезжайте, мы прячем ребят в погребах, приезжайте, забирайте их. Были звонки от ребят, которые последний свой заряд, они использовали на то, они звонили, может быть, не родным, а волонтерам. Они надеялись, что мы каким-то образом сможем им помочь. Потом было осознание того, что наше высшее руководство не делает ничего, потому что, конечно, мы пытались достучаться всем знакомым и в Министерство обороны, и в Генеральный штаб. И вот эта вот беспомощность нашего командования, это, наверное, было еще хуже. То есть это чувство очень большой потери. Оно живо до сих пор. И, наверное, не пройдет никогда. В 6.50 утра 29 августа он мне позвонил. Сказал, что у него все в порядке, чтобы я берегла сына. На заднем плане был заведен дизель-генератор, как я думала, но это оказалось, что они готовятся к выходу с Лавайского котла. Это потом уже, как выяснилось, рассказали ребята, которые остались живы. А он служил в оперативном окомандувании «Схид», был майором и загинув, забезпечивающий связок всему Зеленому коридору. Субтитры создавал DimaTorzok